Мне также хотелось делиться Словом Божьим. Мне хотелось говорить о такой теме, очень важной, насущной, о братолюбии. Однажды апостол Пётр сказал такие слова, что из веры вытекает это качество, как братолюбие. В вере вашей покажите добродетель, в добродетели рассудительность, а в рассудительности воздержание, воздержание терпения, в терпении, благочестие, благочестие и братолюбие, братолюбие и любовь. Мы видим, что из веры вытекает это очень хорошее, доброе и нам всем присущее качество, как братолюбие. И если, конечно же, мы будем говорить об этом, то мы, конечно, будем подразумевать, что это касается не только братьев. Это не касается только в отношениях брата к брату и больше на этом точка. Но, конечно же, это касается в отношениях между братом и сестрой, между сестрой и сестрой. Писание, оно об этом говорит. Оно часто говорит к братьям, тем самым обращается ко всей церкви, ко всем тем, которые следуют за Господом, ко всем тем, которые исполняют Его волю и желают жить по священному Писанию, по Слову Божьему. Мне хотелось, знаете, эту тему раскрыть или немножко сказать о ней. Почему немножко? Потому что она обширная. То, что мне заметилось, и мне хотелось этим поделиться с народом Божьим в отношениях между Давидом и Анафаном. У этих людей, между этими людьми действительно пребывала любовь. Это написано в первой книге Царств, в 18 главе, первым стихом. Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Анафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу. Потом дальше в 20 главе мы читаем такие слова, 17 стих этой же книги. «И снова Анафан клялся Давиду своей любовью к нему, ибо любил его как свою душу». Мы видим из Священного Писания, что этот человек и Давид также со своей стороны, они друг друга очень сильно любили. И мы, конечно, понимаем, о какой любви идет речь. Это любовь, которая братская. Они действительно любили друг друга. И вот если читать с первой главы, с первого стиха, 20 главы первой книги Царств, я буду читать по 16 стих включительно. «Давид убежал из Навафа в раме и пришел, и сказал Анафану, что сделал я, в чем неправда моя, чем согрешил я пред отцом твоим, что он ищет души моей. И сказал ему Иоаннафан, нет, ты не умрешь. Вот отец мой не делает ни большего, ни малого дела, не открыв ушам моим. Для чего бы отцу моему скрывать от меня это дело? Оттого этого не будет». Давид клялся и говорил, «Отец твой хорошо знает, что я нашел благоволение в очах твоих, и потому говорит сам себе, пусть не знает о том Иоаннафан, чтобы он не огорчился, но жив Господь и жива душа твоя, один только шаг между мной и смертью». И сказал Иоаннафан Давиду, «Чего желает душа твоя, я сделаю для тебя?» И сказал Давид Иоаннафану, «Вот завтра новомесячие, и я должен сидеть с царем за столом, но отпусти меня, и я скроюсь в поле до вечера третьего дня. Если отец твой спросит обо мне, ты скажи, «Давид выпросился у меня сходить в свой город Вифлеем, потому что там годичное жертвоприношение всего родства его. Если на это он скажет хорошо, то мир рабу твоему, а если он разгневается, то знай, что злое дело решено у него. Ты же сделай милость рабу твоему, ибо ты принял раба твоего в завет Господень с тобою. Если есть какая вина на мне, то умертви ты меня. Зачем тебе вести меня к отцу твоему? И сказал Иоаннафан, «Никак не будет этого с тобою, ибо если я узнаю, наверное, что у отца моего решено злое дело совершить над тобою, то неужели не извещу тебя об этом?» И сказал Давид Иоаннафану, «Кто известит меня, если отец твой ответит тебе сурово?» И сказал Иоаннафан Давиду, «Иди, выйдем в поле». И вышли оба в поле. И сказал Иоаннафан Давиду, «Жив Господь Бог Израилев, я завтра около этого времени или послезавтра выпутаю у отца моего. И если он благосклонен к Давиду, и я тогда же не пошлю к тебе и не открою тебе ушам твоим, пусть то и то сделает Господь с Иоаннафаном, и еще больше сделает. Если же отец твой замышляет сделать тебе зло, и это открою в уши твои, и отпущу тебя, и тогда иди с миром, и да будет Господь с тобою, как был с отцом моим. Но и ты, если я буду еще жив, окажи мне милость Господню. А если я умру, то не отними милости твои от дома моего вовеки. Даже и тогда, когда Господь истребит с лица земли всех врагов Давида». Так заключил Иоаннафан завет с домом Давида и сказал, «Да взыщет Господь с врагов Давида». Вот такой контекст Священного Писания, который вроде бы, ну, ничего такого яркого здесь не происходит, как бы кажется, но мы видим из этого места эти отношения, отношения этих двух мужей. Каковы они были между, какие у них были отношения между друг другом. И первое, на что я хотел обратить внимание, то, что они были искренними. Они были искренними друг с другом. Давид открывает перед ним свое сердце. Он говорит, «Ну, что я сделал пред твоим отцом? Ну, в чем вина моя? Ну, если даже я виновен, ну, ты возьми мертви меня. Зачем мне ввести меня к твоему отцу? Ты здесь, как представитель власти. Это был царевич, мы должны не забывать. Иоаннафан, это был царевич, я хочу это подчеркнуть. И если говорить, от лица Саула, он должен был занять этот престол, от лица Саула. И поэтому он, как представителю власти, смиряясь, говорит, «Иоаннафан, ну, если я виноват, но ты умертви меня, в чем вина моя?» Мы видим со другой стороны, Иоаннафан тоже со своей стороны к нему питает очень искренние отношения. Он говорит, «Не скрою от тебя ничего. Если что скажет мне мой отец, я обязательно скажу тебе. Если даже этого не скажу, пусть Господь с меня взыщет». Они были искренни друг к другу. Это первое качество, что очень важно в взаимоотношении, когда присутствует это братолюбие. Мы должны поступать так, как они, быть искренними. И знаете, есть такой яркий пример, но не хороший пример, чем закончилась эта неискренность, не открытость, закрытость сердца, а весолома. Когда весолом, мы знаем, положил в своем сердце, он положил в своем сердце сделать зло Амнону, который обесчестил Фомарь, его сестру, его сводную сестру. Он положил в свое сердце и никому об этом не говорил, ни своему отцу Давиду. Он носился с этим два года, написано. Он два года жил этой мыслью. Он два года жил этой мыслью. Знаете, когда человек закрытый, закрывается, он не идет, не исповедуется перед служителем. Какой-то грех, какая-то проблема. И он закрывается в себе, он носит эту проблему в себе, это какой-то грех. Обязательно придет такой момент, может быть, не два года, может быть, три года, но какой-то промежуток времени, может быть, даже меньше, это все вылится и обернется против самого же человека. Против самого же человека. Что и обернулось против весолома. И он был умиршлем. Бог никогда не ошибается. Если Давид сказал, что не умиршляйте сына моего весолома, но почему-то справедливость Божия, она так произошла, что его все-таки умертвили. Я думаю, что Бог не ошибается. Если бы он остался жив, наверное, бы он еще много сделал зла. Не как отцу, как царю Давиду. Поэтому Бог, он не ошибается, он совершил свое правосудие. Знаете, да благословит нас Господь, чтобы не быть в таком состоянии, как весолом, не находиться в таком состоянии, как весолом. Дальше, если мы смотрим на этот контекст, священное описание, то мы 4 стих читаем, здесь написано, «Чего желает душа твоя, я сделаю для тебя». И Анафан говорит Давиду, «Ну чего желает душа твоя, я сделаю для тебя». Ну, другими словами, я все готов сделать для тебя, что в моих силах, что в моих силах возможно, чтобы угодить тебе. Понимаете, в этом качестве присутствует такой атрибут, когда человек хочет не себе угодить, а хочет угодить ближнему своему. Он хочет угодить своему ближнему, брату, сестре, чтобы помочь, видя какую-то, может быть, нужду, проблему. У Давида была в этот момент очень большая проблема. Мы можем считать историю и так поверхностно смотреть на это, но если мы встанем на его место, в каком положении был Давид, мы поймем, что он был гоним, даже не каким-то князем. Он был гоним, за ним гнался не какой-то человек, может быть, влиятельный в Израиле, а сам царь. Представьте себе, сам царь гонится за ним. Это было большое испытание для Давида. Это была большая трудность в его жизни, и поэтому Иоаннафан пытается утешить его. Что сделать для тебя, друг мой? Я сделаю все для тебя, чтобы помочь тебе в твоей проблеме. Он не мог встать на его место, потому что, но он был сын Саул, Саул ничто не смог бы сделать со своим сыном, Иоаннафаном. Но он пытался как-то ему помочь. Что сделал для тебя Давид? Знаете, как может быть, редко или мало мы становимся в положении рядом находящихся братьев, сестер, чтобы помочь, чтобы даже проникнуться той проблемой, той нуждой того брата, той сестры, чтобы помочь. Может быть, даже то, что мы можем сделать, сделать, помолиться. Может быть, взять пост, попаститься вместе. И еще что-то может быть сделать другое, что мы можем сделать. Знаете, Писание нас этому учит, оно говорит нам, это должно быть у нас, это должно быть присуще каждому из нас, братья и сестры. Это присуще было у этих двух мужей. Они должны были, они готовы были сделать все. И мы видим, что потом Давид со своей стороны то же самое делает уже Мемфи в Асфею, то есть сыну, сына, который был у него. Он садит его за столом своим. Он все родство его, то есть всех родственников, они были при нем. Он делает все возможное, чтобы выполнить тот завет, который был заключен между Янафаном и Давидом. Хотя Янафан, он погиб. Саул тоже погиб в той битве, но Давид, он был верен своему обещанию, потому что он любил. Слава Богу. Знаете, да благословит нас Господь, чтобы у нас было такое же чувство, сердце наше такое же, было переполнено такими же чувствованиями друг к другу. Третье, на что я хотел обратить внимание из этого контекста, мы видим, что Давид со своей стороны, да и Янафан тоже, он смиряется. Писание в другом месте говорит такой стих, есть «Почитайте один другого выше себя». Почитайте один другого выше себя. Вот если посмотреть эту ситуацию, Давид со своей стороны мог не смиряться перед Янафаном. Он уже был помазанником Божиим. Янафан со своей стороны тоже мог не смиряться перед Давидом, потому что он тоже был царевичем. И если говорить от, как я уже сказал, от власти, которая была тогда, то отец его был царем, и он тоже мог быть, имел такие возможности быть и стать царем. Саул всячески питал это возможным, все делал возможным, чтобы это произошло. И он это говорил даже своему сыну Янафану. И вот они друг перед другом могли бы стоять, это в своем положении, это в своем положении, и не смиряться друг при другом. Но смотрите, что делает Давид, он говорит такие слова. Он начинает выпрашиваться, просить, то есть разрешение, просить разрешение, чтобы пойти в свое родство, но как бы говорить, что можно я пойду, или так скажи, ты пойди, скажи своему отцу, моему царю, что вот так, вот так, мне нужно совершить этот праздник в родстве своем. И он говорит такие слова. Ты же сделай милость рабу твоему. Он себя ставит в положение раба, тем самым возвышает Ианафана почитать один другого выше себя. Священное Писание говорит, это качество, оно присуще тому человеку, которому присутствует это братолюбие. Когда мы рядом находящихся считаем выше себя, хотя независимо от того, в каком я нахожусь положение, пред Богом, в церкви, Давид, он занимал высокое положение, в обществе израильском, ему отдавали тысячи в победах, десятки тысяч, извиняюсь, а тысячи Саулу. Он занимал высокое положение, не перед Саулом, пускай, но перед обществом израильским. И он смиряется, говорит, отпусти, то есть, говорит, сделай милость рабу твоему. Как это важно сегодня и в наше время, в нашем жизни, чтобы это присутствовало, чтобы мы друг перед другом умели это делать, смиряться, смиряться, тем самым возвышать рядом находящийся брат и сестры, понимая, и ставив его не в то положение, в котором, может быть, мы ставим плотскими глазами, а он, может быть, не поет, не так, как, может быть, я пою, а он, может быть, не так, может быть, говорит Слово Божие, как, может быть, кто-то из других братьев говорит, может быть, еще что-то такое, мы можем смотреть плотскими глазами на эти все вещи и оценивать его, и анализировать, и взвешивать его такими плотскими глазами, но это неправильно. А знаете, какими глазами? А он есть царственное священство, а он есть причисленный к народу Божьему, а он есть тот, который омытый кровью Христовой, или она. Вот этими глазами хотелось, чтобы мы смотрели. Давид еще жил в те времена, когда церкви не было, но в глазах его Иоаннафан был высок, высок даже как брат, потому что вот любовь, двигала им эта любовь, это все так поступать, так говорить, так относиться к нему. И знаете, вот из этого примера мы можем делать вывод для каждого себя, чтобы мы также были искренними друг к другу, пред Богом, в первую очередь пред Богом, потом друг к другу, потому что Бог, Он сыскренне поступает искренне, с лукавом, по лукавству Его, чтобы мы также были готовы сделать все с нашей стороны возможное, что мы можем сделать по отношению к нашему брату, к сестре. Я уже не говорю по отношению к Богу, это конечно, потому что Господь наш, Он достоин славы и чести. Но часто бывает проблема, большая даже проблема, так скажу, не в отношении к Богу мы не делаем все возможное, хотя это тоже может быть проблемой, но в отношении к брату, к сестре, может быть, к человеку, который действительно в той проблеме, в тех жизненных тяжелых обстоятельствах находится, помочь, помолиться, понуждаться, просто даже выслушать его. Человек так устроен, ему может быть не нужно много говорить, просто выслушать. Братья-служители, они хорошо это понимают, когда принимают исповедание, может быть, много не говорят, но просто выслушивают, вместе молятся, и для этого человека, который пришел исповедаться, этого достаточно. Так мы устроены. Да благословит нас в этом Господь. И чтобы также мы действительно почитали рядом находящихся братьев, сестер, выше себя, в своих глазах, как и Бог. Знаете, Он смирился, принял образ даже не человека, а раба, ну, человека, то есть, но в человеке есть тоже разные ранги, да, то есть от царя, там и до раба. Он принял образ раба, написано у филиппийцев в послании. Он принял образ раба. И знаете, для него даже было, наверное, нельзя принять образ человека, потому что он Бог. Но он даже не просто принял образ подобный человека, но принял образ подобный рабу, служил, потому что человеку. Его была, протекала жизнь, мы видим и знаем. Он протекал его жизнь полностью, или часто, и мы видим это практически, ну, в протяжении всего его служения. Он смирялся, его, может быть, не понимали, не может быть, они понимали, его где-то на них смеялись, где-то даже и обзывали, и такое даже было, но он со своей стороны показывал для нас пример. Этот был пример не для Бога Отца показанный, это был пример для нас, братья и сестры, показанный, для каждого человека, чтобы мы так же поступали, чтобы мы так же проводили эту жизнь на этой земле по отношению к окружающим нас людям. И что им тоже двигала? Любовь. Им тоже двигала эта любовь к человеку. Если бы он не любил человека, он бы не пришел, и он был бы прав, и никто бы его в этом не осудил. Не осудил же бы никто. Он является, вот самое большее, кого любит Бог, может, может, такое ошибочное такое высказывание, что человека. Нет, конечно. Самое большее, кого любит Бог, это своего сына. мы должны это помнить и знать об этом. Своего сына он любит самое большее, потому что это его сын, а потом уже человека. И вот этот сын, наш Христос, наш Спаситель, позже любит человека. Слава Господу. Поэтому, знаете, он показал для нас пример. И да благословит нас Господь, чтобы нам сегодня в жизни нашей проявлять вот эти отношения, чтобы были у нас, которые были сформированы между этими двумя мужами. Да благословит нас Господь, Ему слава и хвала. Аминь.